Какой бы фето-корректор из серии Янтро вы не взяли, адаптоген содержится в каждом. И пожалуйста, когда вы рекомендуете, когда вы назначаете корректора серии Янтро, всегда говорите о том, сколь нужна современному человеку возможность адаптироваться к окружающей среде и сколь важно то, что в каждой из этих поробочек содержится адаптоген. Ну, адаптоген номер один. Поехали дальше. Вторая моя любимая Янта. Янтро, извините, по собственным предпочтениям. Сколько бы не хотел человек быть объективным, он всегда говорит о том, что ему больше не нравится. Правильно? Ну вот, сейчас вы будете слушать в той последовательности, в которой нравится мне, а потом вы строите по своему ранжиру, кому понравится. Значит, вторая Янта, которую я люблю и без которой, в принципе, считаю, что немыслимо существование грамотного индивидуума, это Янтра небесная, на которой по непонятной мне причине написано «для я». Я бы здесь написала громадными буквами «Для всех сосудов антигипоксан» и поставила бы большого социализма. Почему? Потому что этот фитокорректор помогает справляться с очередной, чрезвычайно важной проблемой современности. Это проблемы кислородного голодания или гипоксии. Сейчас мы с вами сидим и кислородно голодаем, все без исключения. И не только потому мы с вами кислородно голодаем, что здесь недостаточно вентиляции. Мы находимся в состоянии гипоксии, еще и по причинам сугубо внутренних. Общеизвестно, что человек, живущий в современном обществе, не просто не дышит хорошим воздухом, сейчас даже не с ним. Он имеет нарушенную кислородную щелочную ротовесию, правильно? Мы с вами всегда знаем, боремся с закислением, боремся с ацидозом, выводим токсию, ну или их сленговое название «выводим шляпки». Так вот, в принципе, одно из состояний, когда развивается кислородное голодание клеток и тканей, это состояние хронических болезней. Это состояние, когда смещается кислотно-щелочной равновесие в сторону закисления. Что происходит тогда? Тогда происходит очень плохо. Тогда организм недополучает кислород. Если организм недополучает кислород, он обедняет себя энергетическими ресурсами. Без кислорода не получается аденозин-трифосфорной кислоты, главного энергетического субстанта. У человека элементарно не хватает биоэнергии. Его внутренняя энергия, которая нужна на обеспечение абсолютно всех потребностей. Без должного количества кислорода, без должного количества АТФ, человек не может нормально мыслить. У него тяжелая голова, мысли вязкие, путаются. Без этого он не может нормально ходить, есть, пить. Ему иногда кажется, что он съел много. Ему хочется побольше поесть, для того, чтобы была иллюзия пополнения энергетических ресурсов. А он всего лишь на все недополучил кислород. Он находится в состоянии гипоксии. В состоянии гипоксии можно находиться в общей или местной. Яркий пример местной гипоксии. У человека есть заболевание периферических конечностей. Артерий или метр. Такой симптом, как перемежающийся хроматаром. Что-то говорит? Вот человек идет, 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 заболели ноги, он выраженно становится. Это один из симптомов облитерирующего атериоприида. Там гипоксия. Кричит нога о том, что мне не хватает кислорода. Вполне возможно, если бы она знала, что такое небесный янт, она бы сказала, дайте капсулу небесной янт. Потому что это помогло бы восстановить периферическое кровообращение. Что такое загрудельная боль? Что такое сантерпия? Вот когда я училась в институте, нам профессор, наставительно поднимая палец, говорит, это крик миокарда о кислородном голодаре. Вот загрудельная боль, характерная, ту, которую старые врачи называли грудной жабой, это крик о гипоксии. У меня мало кислорода. Я задыхаюсь, говорит сердце. И из-за того, что это очень важный орган, природа придумала так, что мы сразу слышим этот сигнал. Мы не можем на него обратить внимание. Это слишком больно не обратить внимание. И в этой ситуации небесная янт является надежным и хорошим помощником. Иными словами, когда мы говорим о свойствах небесной янт как антигипоксанта, мы говорим о всей системе кровообращения. Обратите внимание снова. Точность прицела и одновременная универсальность воздействия фидокоррекции. И обратите внимание еще в важном случае. Лечение, коррекции, какой бы системой органов мы ни занимались, нам в любом случае можно обеспечить нормальную микроциркуляцию в организме. Иначе мы не обеспечим нормальный транспорт веществ. Значит, в комплексный коррекционный пакет у нас обязательно должны находить небесные янт. То ли это сосуды сердца, то ли это сосуды мозга, то ли это сосуды периферические, рук или ног, то ли это микроциркуляторные русла. Те крошечные капилляры, в которых, кстати сказать, и происходят основные события в жизни организма. В наших артериях и венах находится всего-навсего 20% крови. В 80% идет маленький артериевый веновый капилляр. Там происходят все самые важные вещи в жизни. Там происходит обмен веществ. И если мы не отцелектируем возможность нормального этого обмена веществ, любая другая терапия будет бессмысленна. Мы можем давать сколько угодно корректоров состояния. Опорно-двигатель, потя, легкие, так чего угодно, печень. Если у нас нет биодоступности, если на нуленность за циркуляция, мы будем волей-неволей превышать дозу. Мы будем давать нагрузку на печень, потому что не будем получать желаемого эффекта. Так что еще одна янт, которая хороша во всех нормальных ситуациях, в полном смысле этого стены. но которая прицельно отвечает за сосуды. Она одинаково хороша для вен, для артерии. Неоднократно, неоднократно отмечали улучшение люди, страдающие, облитерирующими заболеваниями нервной конечности, и атеросклероз, и облитерирующие атеросклерозы. Обращаю ваше внимание в будущем. Для диабетик небесная янтра должна быть в полном смысле слова настольной прописи. Почему? Знаете такое неприятное выражение, как диабетическая скафана? Если доктора не знают, если не доктора, можно, к сожалению, не смаживать. При диабете настолько ухудшается кровообращение, что появляются серьезные тропические нарушения. В Киеве есть отделение на базе методородка на червоном хуторе диабетической скафой. И в рентгене случаи шаг очень-очень приятно. Так вот, диабетической скафой могло бы не быть, если бы противодиабетическое лечение сопровождалось бы приемом гидоколекции с куровами. Таких антидосных лет. У диабетиков еще одно. Очень ярко прогрессирует. Улучшается зрение. Впрочем, он улучшается не только диабетик. Память, способность сосредоточения. Все это, все это дает не просто яркий результат, а результат, который нужно проверить. Если мне приходится иметь дело с каким-либо, по-моему, неверующим, который говорит, что не нужно мне ничего для сосудов, я здоров, я просто стал рассеянным. Или просто ухудшилась память. Чего-нибудь есть у меня один пациент, который мне говорит. Ну что-нибудь, чтобы прочистить мозги. Я, в своем правде, говорила, что в таких случаях, кажется, медицина уже пессия, потому что он упорно не хотел видеть реальную ситуацию. Но, тем не менее, мы сделали просто эксперимент. Эксперимент состоит вот в чем. Я очень рекомендую вам его сделать. Возьмите какие-либо сборники, только хорошие сборники, непопуляренные. В психологических тестах. Наградка временной памяти. Только то, чтобы было указано, что это именно наградка временной памяти. И проведите с тем, кому хотите назначить небесную янку, этот тест. Пусть он вам живенько повторит слов 10 из прочитанных 60 хотя бы. Пусть он быстро совершит какое-либо действие, требующее хорошей концентрации внимания и хорошей памяти. Запишите результат. И отправляйте его на курс приема небесной янки. И после этого снова проведите аналогичный эксперимент. Я вас уверяю, если вы покажете результат человеку, который слушал вас и действительно принимал этот фито-корректор, он будет приятно удивлен. Мы тоже, потому что хороший результат это всегда очень-очень-очень. Очень рекомендовала бы я это принимать подросткам. Знаете, есть такая серия лягушат. Вот ребенок лет этот 15-16 с вечно холодными лаками. Вот тронет ручку, а она как ледышка. Знакома такая ситуация? Ножки холодные, ручки холодные, ножки вечно припрячем в теплые носки, ручки вечно в варежках, через что пальчики становятся красными, а холодную воду, это уж действительно по пословице не за холодную воду. Руки сразу становятся просто страшными. На глаз видно покуршение микроснабжения. Вот у молодежи эффект битер буквально в течение нескольких дней. На меня одна барышня с 17-летнего возраста очень обиделась за то, что получила хороший эффект. Значит, в чем состояла обида? Раньше только она трогала маму холодной рукой, а стоит ли поволноваться, руки были ледяными, мама пугалась, и взрослый ребенок получал все и всяческие львоты. А уж если папа, папа сразу падал в обморок, ну и, соответственно, можно было из него бить веревки. Человек попринимал небесную емкость. Она мне говорит, я руки держу в холодной воде, они не холодеют. Пугать родителей стало нечем. По-моему, что может ярче сказать о полученном эффекте? Эффект просто отличный. И эффект зыждется на том, что нормализуется микроцикуляция. Теперь еще один штрих ко всей серии. Любой из пидрокорректоров серии содержит вещества, которые нормализуют микроцикуляцию. Точно так же, как любая янья является бакогеном, так любая янья в принципе является очень хорошим и очень надежным средством для нормализации микроцикуляции и антибиноксин. Кстати сказать, я хочу вам подсказать один ориентир. Если вы когда бы то ни было будете думать, где найти антигипоксанты, всегда ищите средства, которые нормализуют капиллярный полоток. У нас слово антигипоксант не переживается. Во всей импортной литературе оно есть и так и звучит. А у нас это вечно средство для нормализации сердечно-сосудистой системы. А можно вроде и так, но надо смотреть глубже. Надо смотреть в корень. В основной патологический процесс. В типовой патологический процесс. Итак, давайте я повторю то, что мы уже прошли. Как в классе. Мы с вами узнаем, что инсерия составленная с учетом гуманно-пиоэтических позиций, с учетом, а, рецептов традиционной медицины, б, требования техносферы, или той среды, в которой оказался человек современный. В этой серии присутствуют корректоры для нормализации состояния различных органов и систем. Здесь у нас есть лучистая ядра, которая нормализует состояние опорно-двигательного аппарата. Есть у нас здесь лунная ядра, которая нормализует состояние щитовидной железы, солнечной, поджелудочной железы, родниковая почки, почек мочеводеревительных путей и так далее, и так далее. Но абсолютно все их какие-то композиции являются мощными адаптогенами и мощными антигипосами. Продолжение следует...